Здорово, народ! Первая серия! После пилота, то бишь, пилот от нулевая серия, рисуем комикс вместе. В том выпуске я сказал то, что я возьму все комментарии на рассмотрение это в этом выпуске. Но пункт первый, некоторые из вас нарушили правила, об этом чуть позже расскажу. Пункт второй, я не ожидал, что у вас придет так много. Возможно, возникло недопонимание, потому что очень много было идей с предложением фэнтези. Фантастики не будет. Комикс-коллекционер рассказывает про разные социальные слои общества и о предмете, который проходит сквозь них. Сейчас мы будем разбирать все идеи, начиная с ютуба. Если вы предлагали идеи в инстаграм, я их тоже разберу, но приоритетно пишите, пожалуйста, на ютубе. Неудобно в инсте, инста кривая, а вот так я всех спокойно на выпуске буду листать, и даже если я кого-то не прочитаю за счет того, что их идея не по правилам, вы все равно можете ознакомиться со всем списком, не спускаясь под комментарии предыдущего выпуска. И если я не лайкнул ваш комментарий, значит выпуск уже отснят следующий, и нелайкнутые комментарии лайкнутся в момент того, когда я их прочитаю, чтобы я не перепутал, какие у меня уже есть на выпуске, какие еще я не разбирал. Вот, поэтому все, лайкнуто, значит все хорошо в выпуске. Нелайкнуто, значит выпуск еще просто не снимается, и все. И погнали с ютуба. Можно лайк. Идея, сделай кого-нибудь персонажа, как кого-нибудь персонажа с моим именем. Не дождешься, не дождешься. Ну, во-первых, я почему-то забыл поставить сердечки. А, я лайк поставил, ладно, кайф. Персонажа с твоим именем. Да, вполне спокойно можно, но чуть-чуть позже будет выпуск специальный про имена персонажей. Вот, пожалуйста, продублируйте комментарии под тем выпуском, не забудь. Вот, сейчас мы разбираем идеи концепта. На это на сцене, на этот выпуск. Ах, Ема 2 просмотра. Быстрый я, крутой ролик, спасибо большое. Так, я еще молд, чтобы предлагать свои идеи, так как знаю, что через пару лет мне будет стыдно за свое предложение. Но, все же, я думаю, нужно добавить отсылку на что-нибудь олдовое, чтобы у человека, читающего этот комикс, была приятная ностальгия. Опять какую-то дичь предложил. И почему-то я не лайкнул, хотя казалось, что это отличная идея. Сорян, я иногда забываю все. С телефона делать неудобно. Короче, отсылки, да, это потрясающая вещь. Я даже не сильно понимаю. Потому что, ну, типа, я еще в пилоте говорил то, что я хочу напихать кучу отсылок. И человек предложил кучу отсылок. Ну, просто отсылки на лдовые вещи. В принципе, да, будет и так очень много отсылок. Так скажу. Полисмен Суп. Это чистейшее великолепие. Предлагаю, чтобы это была чеканная монета с твоим портретом. На монетах обычно портреты великих людей или правителей. Вторая идея. Начать с... Так, давайте тогда с первой идеи. Со своим портретом нет. Я не сделаю. Но можно сделать монету. Я видел, много комментариев было с монеты. Я не все прям вчитывался-вчитывался. Я их лайкнул, чтобы понять то, что все, я их беру на выпуск. Вчитываться-вчитываться в каждую я буду сейчас. С портретом своим нет. Но с портретом того, что человека какого-то великого. Мне идея нравится. Опять же, давайте без обид. Если я беру что-то идею, а что-то не беру. Это все дикая вкусовщина. Я пытаюсь собрать из ваших идей что-то, что подходит под критерии идеального комикса у меня в моем сознании. Угодить каждому невозможно. И обижаться на это глупо. Поэтому все. Все. Мы все разъяснили. Все разжевали. Все немаленькие. Вот. Поэтому, каучу-идею я не взял. Спокойно предлагайте еще. Maybe они будут супер-гениальными. И они попадут в следующие выпуски. Вот. Но идея с портретом на монетке мне нравится. Я даже думаю, что-то типа Стэна Ли поставить. Или забыл. Ах, Яуми Адзаки. Я очень вдохновляюсь этими двумя персонажами. Людьми. Поэтому кого-то из них мне было бы интересно поставить. Так. Вторая идея. Начать с курьера-почтальона. Или как там. Который ставит в машину коробки с этими монетами. И везет их в пункт распределения посылок. Или склад. Не знаю, как это правильно называется. Потом одна подарочная упаковка едет к заказчику. ПС это монета. Что-то по типу как раз. Таких коллекционных монет. Которые делаются на какие-то даты или юбилеи. Скорее всего это не на даты или юбилеи. Это что-то будет житейское. Ну в моем представлении это что-то житейское. Типа кладыши каких-то. Знаете, как вы раньше чипсы покупали. Там попадали всякие штуки. И были редкие, нередкие и так далее. Вот. Это что-то вот в этом духе. Это не что-то сверх аукционные товары. Коллекционные. Не меж планетные какие-то. С межпланетной редкостью. Это что-то более житейское. Вот. Ну идея с портретом мне нравится. Поэтому. Я надеюсь это твой полный никнейм. Если что, напиши мне в телеграме. Я знаю, что это есть в телеграм канале. Напиши, если что, мне там свой никнейм. Кстати, да. Есть телеграм канал. Поэтому каждый спокойно может прибежать туда. Так. Первый никнейм. Неудобно их распределять здесь. Я сразу буду зарисовывать. Плюс-минус концепт. Вот у нас получается есть начало. Вот у нас получается есть конец. И это монета с портретом. Зарисуем идею. Монета с портретом. Ну, назовем ГГ. Типа главный герой. Дальше. Как всегда шикарно. Спасибо большое. И честнейшее великолепие. Тоже огромное спасибо. Так. Ой. Предлагаю один из перцов, через которого прошла вещь, лысый зататуированный мужчина. Весь такой злобный из себя, вместе со своим добрым дедом, но очень крутым и умным. Заинтересовала данная вещь, ибо она была чем-то довольно-таки уникальна. Чем пока что не придумала. Это нужно еще подумать. Дед часто пытался ставить над ней эксперименты. Ездил в горы и смотрел, как на нее влияла температура. Смотрел, как на нее реагировали животные, оставляя около своего кота. А мужчина в какой-то момент посчитал этого деда сумасшедшим, ибо в какой-то момент дед реально стал вещью чуть ли неодержимым. И лысый ее подарил какому-то рандомному челу или подбросил. Это пока что очень спонтанная, совсем не проработанная идея, но я пыталась. Так, ооо, очень детально. Мне нравится концепт сумасшедшего деда. Вот это прям балдеж. По поводу конкретно вот такой ситуации, в принципе, она интересна. То бишь, дед какой-то шизанутый, издевается как-то над монетой, что-то с ней делает. Возможно, он что-то вспомнит из прошлого. Ну, связанное там с чем-то похожим, что-то перепутает. Ну, короче, бзикнутый дедок и его более адекватный сожитель, не знаю, внук. А тут было пометка? Мужчина весь такой со своим злобным дедом. Ну, мэйби да, это было. Но поскольку внук уже зататуированный мужчина, такой брутальный, то дедушка совсем уже старый. Это, скорее, даже не шиза, а маразм уже. В любом случае, парочка интересная. Поэтому, давайте, возможно, я немножко переработаю в плане того, то, что будет не прям так, как ты написала. Сумасшедший дед, это шик. И лысый татуированный внук. Пока что у нас распределение выглядит следующим образом. То есть, идея с монеткой прямо над началом истории, чтобы было понятно, что это начало истории. И остальные идеи будут пока что скидываться вверх, чтобы я их не потерял, а потом распределять начал. Так, уго, какой котейка. Или чувак, чувак, какой кот, господи. Блин, а я уже не помню, я говорил-то, что без фэнтези в первом... Если я не говорил, то приношу извинения, мой косяк. Извините. Видимо, возникло недопонимание из-за книжек, которые я показывал, связанные с фэнтези. Но они учат не только рисовать фэнтези. Там, типа, просто концепт героевая, а не... Так, предлагаю немного нестандартно сделать хронологию событий, чтобы, если время, в которое эта вещь будет коллекционироваться в рассказе, будет идти не по порядку, предлагаю сделать нелинейное повествование. Это первое. А второе, почему бы не добавить рассказчика, который ломает четвертую стену, чтобы рассказ... Чтобы рассказчик этой истории иногда шутил и говорил с читателем. Думаю, это было бы очень интересно и забавно считать. Так, пункт первый. Хронология событий. Вся история, по сути, это маленькие лайншоты с историями различных людей, между которыми проходит одна вещь. Сделать нелинейно, это просто читатель потеряется. То бишь, по сути, один лайншот, это одна история. И в ней кто-то получает вещь, и потом ее теряет. И, по сути, он теряет ее. И именно из-за этого, место, где он потерял, из событий, как он потерял, именно это становится причиной, вследствие чего находит эта вещь следует. А если кто-то ее нашел, будет уже через три еще истории, то читатель просто запутается и потеряется. Так делать не сильно корректно. По крайней мере, для этой концепции. В принципе, нелинейное повествование, это интересно. И с этим можно очень хорошо экспериментировать и делать уникальные вещи. Но просто не в нашем... Добавить рассказчика? А вот тут, возможно, да. Возможно, можно добавить рассказчика. Но только если история не будет вытягивать себя сама. Потому что хочется, чтобы читатель погружался в историю. И рассказчик, может быть, потребуется только на предисловие, на концов и мораль. Но не хочется считать читателя за дурака и тыкать ему в лицо моралью. Хочется, чтобы каждый сделал сам для себя вывод. Если я не смогу структурировать историю так, чтобы она сама рассказывала, то придется добавить рассказчика. Но я очень не хочу это делать, потому что читатель все сам должен понять. И рассказчик не должен сбивать его с погружения к героям. Отличная идея. Отличная идея. Думаю, у тебя получится. Вот перс, может тебе понравиться. Парень низкого роста, волосы темно-синего цвета, прическа по типу котетсу. Он бедный ребенок. Как-то так. Спасибо за комплимент. Отличную идею. Я тоже очень хочу, чтобы у меня все получилось. Вот, перс может тебе понравиться. В принципе, почему нет. Давайте возьмем перса. У нас персов пока... Персов. Ха! У нас персов пока что мало. Поэтому берем тебя. Бум. Ты со всеми. И пока что пусть он полежит тут. Дальше. Создай лучший предмет не как монета или еще что-нибудь. А как куклу. Или чтобы моя идея была в твоем проекте. Кукла с моим именем. Как из мультика 9. Если смотрел... Лайк если смотрел. Спасибо. Лайк за коммент поставил. Смотрел. Так. Монета мне нравится больше. Чистая субъективщина. Извините. Но монета. У меня почему-то съехала запись экрана. Вот так легче будет. Так. В этом комиксе должен быть самурая. У которого будет эта штука. Он суровый, умный и сильный. Он считает, что эта штука его душа. И носит эту штуку всегда с собой. Да. Кстати. У него крутая броня. Он в шрамах. И любит читать такие же книги. Что-то как Аси Сенсей. Такие же книги. Что-то как Аси Сенсей. Если прочитаешь, я буду очень рад. Спасибо. Я прочитал. Я читаю все. Самураи. Он очень не впишется нас. Хотя. С другой стороны. Это может быть какой-то чувак. Какого-нибудь клуба. Где занимаются катанами. Вполне в себе. Почему нет? Самураи. Ну опять же, сумасшедший самураи. Ну это поскольку в сеттинге нашей жизни. Он будет верить, что в этом его душа. Это сразу напрашивается на то, чтобы сделать комедийного персонажа. С Шизой такой. Типа. Моя душа в этом. А у нас уже есть сумасшедший дед. И добавлять в историю второго сумасшедшего. Простите. Вот как я много извиняюсь и оправдываюсь. Я коллекционер. Предвестник. Страшные жуки. Протяне. Щепард. Вчера Mass Effect 2 установил. Хорошо. Простите, что опоздал. Я люблю тебя. Гы. Круто рисуешь. Спасибо. Есть еще такое предложение. Раз уж есть возможность других миров. Нет. Нет. Блин. Я реально оговорился, что ли, в первом выпуске. Я... Нет других миров. Можно сделать так, чтобы после недолгого путешествия в этом мире. Эта вещь каким-то образом попала в параллельный мир. Где... Да нет. Подождите. Камон. Я что, реально сказал то, что параллельные миры возможны? Я сейчас пересмотрю этот выпуск. Не было ни слова про фэнтези. Но я не пояснил. Да. Я только что пересмотрел видос. Ааа. Я показывал вот эти книги по фэнтези. И, видимо, они вас сбили. Ребят, извините. Это... Надо было пояснить. Это моя ошибка. Ааа. Раз уж есть возможность других миров. Прости. Нет. У меня есть очень много идей. Я пишу книгу про своего персонажа. Можем обсудить мою идею в инсте. В инсте мне писали очень много людей. Так. Ну или если этот предмет создал новый Хакаги, Аканохи, и вселил в него свою силу. Он, чтобы открыть, нужно уметь радоваться мелочам. И должен ее открыть только добрый, отзывчивый человек. Но этот предмет будет попадаться с завершавевшим олигархом и злым людям до одного момента. Прости, енотик. Без фэнтези. Красава. Так, значит, идея за красаву. Спасибо. Нарисуй пацана, который один выжил в деревне после нападения, там, каких-то ниндзя или супергероев. Окей, это можно заменить. Напали кто угодно. И потом он уходит из этой деревни в город, и там встретят человека, который будет за ним ухаживать и воспитывать. Будет учить опять так и либо стать ниндзя великим самураем. Либо как стать супергероем. И в конце можешь сделать, типа, убивают этого мужчину, который воспитал этого персонажа. И он мстит за своего наставника и убивает всех на планете. И остается один в мире. Я просто гений. Так, ну, поскольку мы без фэнтези, эту идею я предлагаю чуть-чуть обрезать. То есть, ну, изменить немножко. Не обрезать. Напали не ниндзи и не супергерои, а мало ли что. Это может какая-то болезнь скосила, это может быть меж... Война рядом проходила, военные действия какие-то. Просто с голода деревня разорилась. Все что угодно может быть. И, в принципе, мне нравится. В этой идее есть за что зацепиться. Во-первых, мальчик, который... Наверное, не стоит его показывать в деревне, но стоит дать читателю понять предысторию, то, что он из деревни по такой-то причине уже в городе. Это первое, за что я зацепился. Второе, это у него будут не родители, а воспитатель. И третий, воспитатель погибнет. Поскольку цель работы показать именно такой разношерстный социальный пласт, это очень хорошая идея. Поэтому Руссо Н... Я помню тебя под другими видосами. Ты достаточно частый мой комментатор. Хе-хе. Так, ой, ой, ой. Что я сделал? Сова, прости. Так, вот так, вот так. О, о! Все, круто, одним списочком. Руссо Н. Так, и получается, у нас есть пацан, который из деревни поехал в город, и здесь у него умер воспитатель. Очень странная зарисовка. Идея. Ну ладно. Вот, получается, у нас есть две идеи, сюжет, два сюжетных твиста, лайншота. Ну, плюс-минус, они еще не проработаны, но базы есть. И одна идея персонажа. Плюсом есть уже предмет коллекционирования. Мы уже хорошо очень идем. Так, готово. Я в ваш инстит написала. Во-первых, давайте на ты. Я не такой старый. Во-вторых, инстапозжен. Сначала идет ютуб. Ха-ха-ха. Опять я. Чего? Еще одна идея от меня. Еще не надоело? А, ну вот. А, тут очень много. Господи. Ха! Как только не... А, это ответы, видимо, на ее же комментарии, да? Да, опять ответов. Тогда начнем с... Ну, поехали. Хм, мне показалась твоя идея очень интересной. Спасибо. Пара идей от меня. Хм, пара? Нихера себе пара. Вещу, которая может передаваться из рук в руки, может быть какой-то драгоценный или иностранный камушек. Ну, мы уже утвердили монетку. Складывается идея с заводом. Он мог быть по обработке камней или каких-то металлов. Вот с металлами интересно. Или смотри, этот камень для богатого не будет иметь какой-то особенной ценности. И как раз таки для более бедного или ниже статусного персонажа, это его некий билетик в счастливую жизнь. А именно этот персонаж узнает сокровищу, сокровенную правду об этом камне. Что он инородный и бесценный. Возможно, он это узнает при попытке продать. От ювелиров или нечто подобное. Или этот камень в определенный день как-то засветится. Или еще как-то даст понять главному герою, что он непростой. А вот прикиньте, если в этом камне было заточено какое-то милое сверхъестественное существо, которое могло там исполнять желания или как-то разговаривать по-человечески. Или его язык мог понимать только тот, кто высвободил его из камня. Этот зверек возможно давать силы или что-то еще. Может реализовывать, поможет реализоваться главному персонажу. Может корректировать и справлять все, что угодно. Спасибо за разрешение. То, что богатенькие люди не будут видеть в этом ценности, а какой-нибудь нищий пацан этому очень сильно обрадуется. Это я еще говорил в пилотном выпуске. Поэтому это не то, что будет сверхинновационная идея. По поводу мифических, мистических существ я уже сказал выше. Ооо, пам-пам-пам-пам-пам. А вот то, что камень, ой, не камень, а вот я меняю камень на монетку, которую мы уже утвердили, будет из какого-то металла, которое даст сверхъестественное, ну, как будет являться для нищего человека билетиком счастливую жизнь. Во-первых, это слишком драгоценный должен быть металл. Во-вторых, эта монета, по сути, она не что-то сверх особенное. Это что-то житейское. Вот знаете, как вкладыши в чипсах, я не помню, я рассказывал уже, об этом не рассказывал. Короче, вкладыши с чипсами, где попадаются разные штуки, монеток в чипсе, как раньше. Есть редкие, суперредкие, есть там еще какие-то. И вот эта монетка, по сути, это одна из них. Это житейская, обычная вещь. Читатель, когда читает, он должен ассоциировать более-менее себя. У всех у нас была какая-то вот такая дрень, которая попадается в чипсах или сухариках, или еще где-то. В жвачках, может. А читателю будет сложно ассоциировать себя одним из возможных участников истории, когда история написана про что-то магическое. Или такое сверхдрагоценное. Должна быть житейская, максимально приземленная вещь. Вот. Так, пара идей по персонажам. Хотел бы предложить персонажа с черными или белыми волосами. Хороший разброс. И потайным... Че? Потайным покрашиванием? Что это значит? А, то есть затылок выкрашен какой-то другой яркий или какой-то еще цвет. Было бы прикольно, если бы глаза персонажа так или иначе совпадали с камуш... С камуш... Я ударение потерял. С камушком. С камушком? Господи. С камушком, по моей идее. Или другим предметом. Мне кажется, выглядело бы прикольно, Если бы это был фиолетовый или голубой, возможно, синий цвет. Можно, ага, и будет бомбезно. Согласен. Идея с цветом очень крутая. Но просто она не вписывается в рамку фэнтези. Но возьми на заметку, если будешь работать над своим проектом, Идея бомбезная. На самом деле, я с тобой полностью согласен. Опять это так, я устал. Момент о том, что главного героя нет. Извиняюсь. А если это все-таки... Так. А если это все-таки камень? А в других... Че? А вдруг их в мире несколько? Число может сделать любым. А если и с отсылками, То сразу вспоминается перчатка Таноса. В каждом какое-то могущественное существо. И существует человек. Кто жаждет собрать все частички этого камня, Всех животных воедино. И получить какую-то плюшку. До того, сейчас похоже на историю Мадары, Который собирал хвостатых. Будь там бессмертие, власть, мир, Или вечное. Цукуеми, тайный галактик. Я не знаю. А если не животные, А вдруг камни? Ну, в принципе, Недосказанности. На заводе могли этот камень Как раз-таки и расколоть. И отправить частички По всем частям планеты. И это позволяет Вставлять и придумывать Многие путешествия Для самого коллекционера. Коллекционер путешествовать Не будет никуда. Он просто в конце истории Найдет эту вещь. Кстати, да, сразу разошел. Почему коллекционер по итогу? Просто найдет эту вещь. Вся суть-то как раз-таки в этом, Что обычная вещь, Житейская, простецкая, Может получить огромную историю, Отразить ее на себе, И потом очень легко С земли буквально попасть В руки другому человеку, Который увидит в этом сокровище, Ценность не суть важна. В этом концепт. Вот. Ааа, расколоть! Наверное, вот чуть-чуть Можно модернизировать эту идею С тем, что брак. На заводе случится брак. И она будет не расколота, А видоизменена... Видоизменена... Измененена... Короче, она немного будет отличаться От других. Вот. Поэтому мы берем, вставляем тебя ко всем остальным Так, и теперь надо зарисовать то, что монета Не, ну что-то наехал Так, монета Какой-то бракованный Может, монета бракована Это, да, это добавит очень много потенциала в историю Так, чтобы еще придумать Моя фантазия слишком разыгралась, извините Останавливаюсь по своим идеям Ой, вот это у тебя остановочка Раз как такового главного персонажа нет То могу предложить вам несколько коллекционеров Которые уже имеют по одному или двум камушкам этой природы Да, сколько ты написала, господи Какая ты молодец О, я в горле пересохла О, да, это было очень долго и сложно Но в любом случае ты огромный молодец, что столько расписала Я в восторге, в шоке Вроде никто столько же не писал Ну, боюсь ошибиться Предложила свою идею в инсте Потом Ну, потом в плане попозже Вот я сейчас сел, я много разберу Под этим выпуском все И с инсты тоже Короче, я однажды хотел сделать супергеройский комикс Про супергеройскую команду И там был бы главный герой Его звали Флейм Он управлял огнем Описание светлые волосы Я читал этот комментарий Прости, но фэнтези Нарисуй, пожалуйста, Наруто Так как ты его рисовал в детстве Не под тот видос, просьба Если эта вещь каким-то образом окажется в детском саду Можно ли сделать стенку, где будут висеть детские рисунки Ваши и подписчиков Муа! Великолепно! Супер! Очень круто! Сверх! Просто муа! Конфета! В чем суть? Разжую немножко Какой-то персонаж, неважно, как-то эта монета окажется в детском садике Где на стене очень часто дети вешают рисунки И вы спокойно сможете прислать мне любые ваши рисунки И я вставлю их туда И по сути, не только вы идеи вложитесь 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 В работу Но и ваши рисунки будут там тусить на стене Как часть декораций Это же просто охренительно Супер идея Поэтому погнали Ты идешь с нами Мы тебя с такими идеями не отпустим Вот Ты в списке Вот И теперь зарисовать это как-нибудь Вот так Стена с рисунками Монета с кикешкой Ее же есть Как-нибудь в другой раз, да Можно будет сделать отсылку к Джоджу К примеру, монета Будет лежать на земле И будет эффект Мина Как это читать Еще я думал, что можно сделать в конце Когда хозяин будет при смерти Хозяин передаст монету другому человеку И сделает To be continued На последней странице Вот прикольные отсылочки Немножко они собьют серьезный стиль комикса Ну как глубокий комикса Но в принципе как омаж на Джоджу Можно сделать спокойно Выпуск с отсылками будет отдельный Сейчас разбор ваших просьб, идей Дабы выработать плюс-минус линейный концепт Нарисуешь Наруто в нынешнем возрасте Нарисовал, на канале лежит Реки мне дали твой канал Называй меня бумажный кораблик контента Не по теме немножко понимаю Я видимо просто еще буду читать ваши комментарии А можно будет нарисовать И прописать характер персонажа А если можно, то куда скидывать наброс? Я не очень опытный, поэтому тебе решать Можно куда угодно Лучше тут в комментах И человек вроде как История идет о монете С номиналом любым Которая лежала у старого деда В пыльной шкатул Еще со времен его прадеда История монетки начинается с ее изготовления А в идеале с ее придумывания Вот И вот он скончался И все его имущество конфисковали Потому что у деда не было никаких родственников Вот когда ее разыграли на аукционе Это не такая крутая вещь, чтобы ее разыгрывать на аукционе Ее забрал один молодой и не очень богатый юнит Который из всего этого барахла Заприметил какую-то старую монету И решил поспрашивать у прохожих Ведь телефона у него не было Интересная пометка И вот ему попался богатый юноша Который решил для забавы Выкупить монетку И тут начались торги В итоге богатенький юноша Выкупил монету Всего лишь за буханку хлеба Прошло несколько недель И тут на витринах телевизорами Небогатый юноша Увидел новость Что и так богатый человек Стал еще богаче И продал древнюю монету за огромную сумму И тот увидел его Через несколько минут Скончался от виселицы От висеницы Это через несколько Так Но там можно наоборот Что богатый выкупил шкатулку И передал ее ценности Короче Интересный концепт Опять же Но просто в рамок Никто на коммент ответил Прямо сейчас Интересный концепт Но он не вписывается Потому что Монета не такая ценная Оттого это не получится нормально обыграть Вот Ого не думал что ты так быстро ответишь Я пуля Я пуля Будет классно Могу предложить сделать Какой нибудь комик Какой нибудь части комикса Город в котором на заднем плане Будут отсылки на разные аниме Или на людей Типа здания с подписью чей-то Или на заднем плане персонаж Например Похожий на народ Если так можно конечно Ну сделать перса Какого нибудь заднего Похожего на народ А почему нет Это формат отсылок Про отсылки я так же говорил В пилоте Это не инновационная идея Вот Но отсылок будет уйма ребят Будет столько выпусков С тем как мы будем пихать отсылки Я вам покажу как это делается Расскажу о том что я сам знаю И так далее Я помню как у меня была коллекционная карточка Она была моей любимой И одной из самых любимых Но мама ее случайно выбросила Вот такая веселая история А карточка вроде из магнита была Магнита тамагаз продуктов Ой Обидно Обидно Но знаешь А я возьму твою идею Потому что Я приводил Ой Потому что у меня были тоже знакомые У которых были подобные случаи Потому что кто-то чем-то дорожил А тут бац И его родственник Это выбрасывает Неважно намеренно Или случайно Я знаю эту боль И я запечатляю ее не из жалости Из понимания Того что это обыденная Абсолютная ситуация И Не вставить ее Считаю ее преступлением Так давайте подпишу Короче сначала Все А то забуду Вот подписчики Такие такое слово Опошленное Фу Ребят Во Это другое дело Так Тут окно Какой ужасный арт Мама Выбросила Выбросила Вот Готово Изначально все идеи будут записываться так Чтобы потом уже чередовать их грамотно Чтоб не было там Три веселые истории подряд Потом пять грустных Они должны балансироваться И Накал Должен расти Поэтому пока что они просто записываются Потом они будут структурироваться Вот Так Если же делать Все же Будешь прыгать по мирам Нельзя ли сделать так Что Первоначальный мир С которого пришла эта вещь Был бы миром В котором существовали боги Без фантастики Прости Те О Ой Олег Что ты сделал Фух У меня вода закончилась Комори Самонадеянный Юноша Комори А Комори Самонадеянный Юноша Вот этого самонадеянный Изначально начал считать Какую-то японскую фамилию Окей Который любит Развлечься Но он не так прост Так сказать Умеет думать головой Пойдет на любой метод ради себя Обычно не выделяется Достаточно суеверный Просто обожает игровые автоматы Хоть сам и не азартный Здравомыслящий человек Работает в полиции Любит немного выпить И когда И вот когда Немного подвыпивший Просадил все деньги в автоматах И вот остался последний шетончик Он был победным Ему выпил джек-пот Но приз ему автомат не выдал И тут он решил проверить Все ли с ним в порядке Когда пришел к розетке Увидел, что под автоматом Лежит монета На первый взгляд Монета была обычная Тебя выржа И тут он пришел И решил забрать ее Положил в карман А броджек-пот уже и забыл Когда он вышел из зала У него врезалась Какая-то подозрительная женщина Оооо Это было сложно У меня глаза в кучку Ооо Опять же Интересный концепт Я так говорю Не потому что Я не хочу кого-то обидеть Я говорю честно Мне понравился концепт Он немножко сумбурный Но Это в принципе Вопрос Вкусовщины Мне некуда это засунуть За счет объема Потому что Все истории Они являются Ну опять же говорю Лайншотами Маленькие Коротенькие Грум Плюс-минус Это очень большой масштаб И даже что-то выделить Из этого Без связки с другими действиями Потеряется Глубина И персонажа И И в принципе Получится не то Поэтому Интересные персонажи Все Повторяюсь Достаточно сумбурно На мой вкус И Ты можешь развивать Эту идею Это не выглядит Вторично По крайней мере Я не видел Что-то Сверх похожего Если идея Условно с камнями Она Очевидно Позаимствована От Таноса И вот Сбор их всех Это очень много Преследуется В поп-культуре Тот же самый Драгонбол Где собрать Все Камни со звездочками Наруто Где собрать Всех хвостатых Танос Который собирает Все камни Это вот Популярная идея И она Вторична Это не всегда Плохо Это просто Ну вторично По факту Это на мой взгляд Не вторично И У нее есть Хороший потенциал Но к сожалению Не в коллекционере В написании текста В написании текста Очень много Орфографических Ошибок Сюжет Фановый Недоработанный Короткий Немного Нелогичный Возможно Из-за того Что я уже Честно Больше часа Сижу И читаю Все это Я не заметил Прямо Жестких Нелогичных Состыковок Я тебе поверю В инстаграм Скину Примерник Скетч Камори Завтра Может Доделаю Воровку Я не помню Чтоб мне кидали Скетч Кстати А Не Кидали Все Да Прости Забыл Так Я с русским Не очень Когда-то Малоизвестный Кузнец Сковал Небольшое Колечко После чего Его увидела Дочка Богача Которая Хотела Его купить И в итоге Отец Его купил Но она Небрежно К нему Относилась Она Потеряла Колечко Ну Как-то Так Временной Таймлайн Не тот Давайте Ограничим Современный Мир Вот Наш Реали Плюс Минус Там 5 лет А можно Сделать Так Что Какой-то Чел Телепортировался Во времени Чтобы Эту Драгоценную Вещь Забрать Рил А еще Было Круто Если Эта Вещь Попала Бо К Ученому И он Ее Оживил Ребятки Ребятки Это Просто Восстание Демонов Получится Давай Отсылку На мою Хрюшку На Ави Выпуск Отсылками Будет Не потеряй Свою Хрюшку Пожалуйста Предложи Ее К видосу С Простите Без Фэнтези Сколько раз Я могу это повторять О Кстати У него Ник Предлагаю Чтобы Ты Был Главным Героем И Ты Можешь Когда Попадать В Разные Вселенные У тебя Будет Меняться Стиль Тебя Я Прекрасно Понимаю Что Это Будет Очень Сложно Но Комикс Получится Очень Как Идея Да Это Опять Очень Интересная Идея Кстати Вот Сейчас Советно Серьезно Так Сказ Как Будто Я Раньше Буду Несерьезно Короче Вот Так То Что Главный Герой Путешествуя Меняет Свой Стиль Под Стиль Мира Куда Он Попадает Я Такого Не Видел Я Много Смотрел Много Читал Я Такого Не Видел И Не Помню Это Клево Это Клево Пусть Главный Герой Попадает В Разные Вселенные Через Кровать Я Читал Этот Комментарий Без Фэнтези Опять О Трап Кудряшка Окей Вот Ты Все Идеи Прочитал На Вопросы Которые Я Сейчас Задам Должны Быть Ответы Наверное Я Не Видел От тебя Больше Комментариев Ладно А Ну Окей Ну По мере Вопросов Буду Давать Предложение Итак Начну Какой Это Будет Город Или Век Если Даже Будут 21 Насколько Этот Мир Будет Приближен К реальности Максимально Это Реальный Мир Можно Будет Добавить Говорящих Существ Или Какие Способности У людей Будут Нет Думаю Лучше Мир Сделать Более Реальным Согласен Но С малой Долей Сверх Естествен Не Согласен Будет Ли В этом Главном Предмете Какое Проклятие Нет Фэнтези Нет Думаю Будет Довольно Интересно Например Каких Таких Людей Она Действует Так А на Других Этак А может В этом Предмете Будет Заключен Дух Какого Кого То И он Будет Как раз Выступать В роли Заказчика Заказчика Рассказчика Считаю Это Интересным Добавить Рассказчика Который Говорит От лица Монета Правда Интересно Очень Но Это Добавляет Это Какой Жанр Социальный Думаю Это Очень Важно Наверное Лучше Всего Выбрать Комедию Люди Любят Смешнявки Люди Любят Но Я Хочу Сделать Именно Этот Комикс Не Потому Что Жанр Или Еще Что То Или Тема Востребовано А Потому Что Мне Интересно Сделать Так Комикс Я Считаю То Что Творчество Не Должно И Не Должно Стрелять А Ты Будешь Рисовать Черно Белом Стиле Или Сделаешь Цветной Не Знаю Вот Это Я Пока Не Знаю Проще Сделать Черно Белый Ну Да Естественно Если Будет Очень Длинный Комикс Чтобы Все Выровнять Быстрее Да И Знаю Трудно Будет А Но Попробовать Стоит Хм А Давайте Конкурс Приведем Все Очень Просто Когда Даже Не Так Чб Точно Сделаю Я Чтобы Стиль Не Менялся На Роль Того Кто Красит Я Спокойно Могу Найти Художника Да Помощника Платить Мне Нечем Обговариваю Сразу Естественно Того Будет Помогать С Раскрасом Будет Стоять Выше Те Кто Предлагал Идеи Извините Но Это Иерархия Такая Тот Кто Стоит В Производстве Те Вот Короче Плюсом Это Шансы Если Ты Не Публичная Личность На Аудиторию Хоть Какую То Я Не Знаю Сколько У Аудитории На Момент У К У У В У Вас Бежит Очень Много Я Не Успеваю Знакомиться Вот Показать Своё Творчество Пришлите Мне Пример В Инстаграме Или Телеграме Или Вконтакте Где Хотите Все Ссылки Есть В Описание Прошлите Пример Вашего Лучшего Покраса Сразу Говорю То Что Требования Высокие Поэтому Если Вы Рисуете Недавно Если Вы Сами В Себе Не Уверены То Можете Конечно Попробовать В любом Случае С вас Не Убудет Но Требования Высокие Вот Так Пока Что Больше Ничего Не Придумала Но В Следующем Выпуске Когда Будет Более Менее Нормальные Ответы На Эти Вопросы Я Допишу Еще Что Нибудь Интересного Очень Надеюсь Что Не Показалось Наглой Потому Что Такое Бывает Нет Ты Че Ты Супер Ты Первая Из Комендаторов Кто Задал Уточняющие Вопросы На Вообще Это Великолепно Я Не Полностью Высказался Я Оставил В твоей Голове Вопросы Я Как Автор Контента Своему Зрителю Оставил В голове Вопросы И Ты Их Задала Это Правильно Ты Просто Тыкнула В меня В мою Ошибку Это Очень Хорошо Очень Надеюсь Что Ну Это Я Прочитал Так Вообще Сейчас 12 ночи Через 6 часов В школу Вставать А тут Пишу Что Удачи Тебе С твоей Прекрасной Идеей У нас У всех Все Обязательно Получится Главное Верить В это Жду От этой Истории Какой Нибудь Чудной Неожиданной Концовки Огромное Спасибо Но Я Концовку Уже Сказал Типа Для вас Эта История Не будет Типа О Да ладно Там Не будет Каких-то Сюжетных Ходов Потому Что Мы С вами Ее Пишем Вот Это Рубрика Не просто Чтобы Создать Комикс Это Рубрика Чтобы Дать Вам Понять Вообще О том Как Работает Это Как Структурируются Идеи Как Выстроить Повествование И все Такое То есть Если Вы Создаете Тоже Комикс Для вас Это Должно Быть Супер Интересно И Вот Не потому Что Я Такой Специалист В Этой Теме Я Разбираюсь Бесспорно Не на Высшем Уровне Я Не Сверх Комикс С И Сверх Мангака Я Разбираюсь В Этой Теме Мне Очень Интересна Эта Тема Я В Дальнейшем Планирую Выпускать Свои Комиксы Вот Я Не пытаюсь Показаться Сверх Каким То Профессионалом Все Очень Субъективно И Вполне Возможно Та Идея Которая Мне Не Понравится Совсем У вас Выстрелит Спокойно И Станет Бестселлером Творчество Все Очень Вкусовое Идея У меня Нет Но Видео У тебя Веселое Еще Ты Всего За Два Дня Или Три Поднялся На 2 К Подписчиков Спасибо Большое Так Моя Идея С Персонажем Можно Еще А Маржом Еще Актуально Маржом Ниндзя В четвертом Рисовальде Я Спалился Что Четвертый Рисовальде Уже Отснято Здравствуйте Смотрю Ваше Видео Впервые Но Задумка Меня Зацепила Поэтому Хочу Предложить Парочку Идей Первое Ссылаясь На Комментарии Снизу Предположила Что Предмет Для Коллекционирования Это Монета Все Правильно И Начало Истории Может Выглядеть Так В каком Нибудь Магическом Мире Волшебник Шел По Дороге И К Его Ногам Прикатилась Обычная Монета У меня Честно Глаза Очень Уже Болят Но Я Дочитаю Все Магические Идеи К сожалению Не Беру Идея Предполагаю Чтобы Одна Из Маленьких Историй На Которые Как я понял Будет Разбит Комикс Была Стилизирована Под Вестерн Разной Стилизации Звучит Интересно Но Наверное Это Не Впишется Это Просто Потеряет Все Напряжение Истории И Реалистичный Сеттинг Он Развивается Но Назад Сделает Комикс Наруто Наоборот Ребят Огромнейший Геморрой В этом Лайк За коммент Но Можно Пожалуйста Чтобы эта Штука Попала В руки Владельцу Шарингана Читал Комментарии Простите Во Жирнов Костя Прости Я с ней Правильно Прочитал Фамилию Пожалуйста Вот Это Отсылка То Что Предложила Это Отсылка Напиши Ее Не забудь Под выпуском С Отсыл Вот Все в этом мире Построили Гномы Китайцы Конец Можно Сделать Что Вещь Пройдет Долгий Путь И попадет К ее Создателю Сделай Чувака У которого Идеальная Память Он Может Будет Че Второстепенным Этого Чела Зовут Клей И он Одет Клей Клеймастер Ты Уже Писал И он Дед В теле Подростка Я хотел Чтобы Он Был В стиле Манги Аниме Ну Весь Комикс Будет В этом Стиле Ну Типа Как я Говорил В прошлом Комменте Главные Герои Попадают В различные Миры Через Кровать Станно Что Я не Лакнул Этот Коммент Пусть Эта Вещь Будет Немного Бракованной Монета Крышка Неважно И в первой И в первой Главе Ее Выкинут С Производства И так Начнется Все Блин В общем Я Не Много Глупый Но Надеюсь Суть Ты Понял Слушай Если Ты Объективно Понимаешь Что Ты Глупый Иначе Ты Не Такой Глупый Как Большая Часть Населения Которые Не Считают И Не Готовы Признать Что Они Глупые Могу И Так Сказать Вот Кстати Поскольку Мы Уже Решили То Что Монета Бракована Никто Не Говорил То Что Ее Уберут С Производства Вроде Как Поскольку Мы Уже Решили Что Монета Бракована Это Очень Логично То Что Ее Уберут С Производства Выкинут И С Этого Начнется Ее Путь Поэтому Лучк Ты Идешь С нами Как Много Кстати Уже Чуваков Собралось Типа Реально Вас Уже Много Так Показываем То Что История Начинается С того Как Брак Не Попал В Производство Производ Ство Угу Ой 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 Ну Со Скетчбуком Было Короче Один Чел Написал Про Шаринган Я Подумал Можно Сделать Слушай Я Тип Тоже Комикс Рисую Потом Мультик Запилю Я Сам Нормально Рисую Мне 9 Лет Даш Советы Просто Мне Уже Сложно Сделай Так Чтобы Вещь Попала К Ученому И Он Ее Оживил Что Вы Все Так Хотите Оживить Антропоморфный Ёж Ват Который Создал Ее На Заводе Под Названием Нин Анан Инг Антропоморфный Ёж Кажется Я знаю К чему Отсылка Шкатулка Внутри Которой Будет Ссылка На Огурчик Рик Прикольно Будет То Что Богач У Мальчика Этот Предмет То Что Богач Отберет У Мальчика Этот Предмет И Мальчик Проникнет В Кто Богач Наверное Это Не Сильно Имеет Смысл Но То Что Ого Господи На Дуванчик Пох Короче Но То Что Какой Пацан Пойдет По Месте Возвращать Себе Вещь Это Покажет Насколько Эта вещь Для него Ценна И Насколько Разные Слои Населения Способны Прилагать Какие Силы Для Того Или Иного Да Господин Курама Погнали К нам В тусовку Господин Курама Оба И Получается Есть Какой-то Там Пинт Хаус У нас Большое Поместье Такое И Пацан Который Хочет Пацан Возвращение Монету Так Окей В некоторых Пафосных Моментах Можно взять Рисовку Джоджо Название Улиц Ну Это К отсылкам Уже Потом На Дом Богача Можно Повесить Баннер Стекла Екатеринбурн С бесплатной Доставкой Тоже Попозже Все В выпуске С отсылками Классно Будет Если Фигурка Объединить Весь мир И вернется Обратно К создателю Интересно Но Немножко Меняется Концепт Кто-то Будет Читать Газету И там Будут Наши Ники Да Тоже Очень Клево Тоже Очень Круто Ники Как Рисунки И Рисунки Ребят И Ники А Ники Получается У нас Газета Брат Брат Вырос Уже 22 Года Мне Скоро 22 Года Он Стал Успешным Ученым И Решил Передать Эту Вещь Кому Оставив Вещь В парке А Давай Еще Этот Безумный Мальчик Этот Предмет Будет Передавать И Сделает Бизнес И Когда Вырастет Станет Богатым И Этот Предмет Он Даст Своему Сыну И Как Поликлинику История Ни Один Лайншот Не Может Рассказывать Историю С Длинным Временем Повествования Они Все Достаточно Коротенькие И Если Какая Из История Будет Просто Занимать Тонну Времени То Это Выбится Из Общего Повествования Так Делать Нельзя Вот В любом Случае Комменты На ютубе У нас Закончились Погнали Комменты С инсты Смотреть Тут Уже Простите Но С Телефончик После Аварии Монета Лежит На земле И Ее Подбирает Пожилой Мужчина И Дальше Из Рук В руки Она Себе Путешествует Пока Не Попадает К пацану Из Бедной Семьи Он Зная Финансах Родителей Решает Им Отдать И Ее Но Родители Говорят Что Это Его Сокровище Короче Это Становится Его Талисманом И И Будет Передаваться С поколения В поколение Опять Временной Таймлайн Такой Огромный Брать Не Получится Но То Что Это Становится Талисманом Пацана Такой Большой Таймлайн Взять Не Получится И Что То Если Выкроить То К сожалению Уже Подобные Идеи Взяты Так С инстой Короче Так Коротко Супер Получилось Потому Что На Некоторые Комментарии Я уже Отвечал В выпуске И Не Вижу Смысла Повторяться Там Были Комментарии Про Аукцион Про Вещь Какую Супер Драгоценную Монету Но Вещь Приземленная Вот Поэтому Просто Чтобы Не Повторяться На Каждый Из Комментариев Я Вот Так Обобщил Вот По Суме У Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Девять Человек Продолжили Свои Идеи То Что Пока Что У Нас Имеется Смотрите Это Начало Монета Бракованная На Производстве Сходит С Производство И Так Начинается Ее История У Нас Есть Внук Давайте Сделаем Это Сыном Просто Наверное Если Внук То Какая Разница В Отрасте Сын Со Своим Сумасшедшим Дедом У Нас Есть Персонаж Про Такой Неформальный Темно-синего Цвета Волосы У Нас Есть Грустный Пацан Короче Вот Все Что Тут Есть Это Я Постараюсь Как-то Дополнить И Структурирую В Следующем Выпуске Смотрите Ваше Ваше Предложение На Следующий Выпуск Можете Прописать Персонажа Мать Персонажа У Котво Эта Мать Выкидывает Эту Монету Почему За Что Описать Внешность Матери Самого Мальчика Или Девочку У кого Это Случилось Не суть Важно Персонажа Деда И Персонажа Сына Пацана Который У которого Умер Опекун Опекун Сам Пацан Который Выкрадывает Монету Мажора И Самого Мажора Вы можете Расписать Эти действия Подробнее Вы можете Расписать Персонажей То бишь Пока что Работаем Вот с этим Структурируем Это Если есть Какая-то Еще Конечно Идея Можете Писать Но Пока что Основная Цель Это Структурировать И Прописать Вот эту Часть Все Это Суть На следующий Выпуск Там Уже Я Разберу Все Это И Структурирую Готовое Мы Посмотрим На пробелы Которые Остаются На То Что Требуется Дописать И Продолжим С вами Делать Комикс Вместе Поэтому Все Я пойду Отдыхать Глазам Дам Отдохнуть Глазам Вот Спасибо За ваше Предложение За вашу Идею Очень рад Что вы Пишите То что вам Правда Это Интересно Пока